Я хотел бы обратиться к полицейским Казахстана и к военным. Этот год исторический, это мы все осознаем. Осознаем, потому что мы видим, что народ наш уже не хочет и не будет жить под властью этого шала, который грабит народ, унижает свой народ. И вы, полицейские, и вы, военные, не должны ему в этом помогать. Вы должны служить народу и поддержать народ, быть вместе с народом. Этот режим никогда не будет решать ваши проблемы. Вы будете получать нищенскую зарплату, вы будете унижены, вам будет стыдно находиться, работать в этих рядах, потому что все вас будут презирать, называть мусорами, как угодно, оскорблять. У военных служащих не должно быть проблем. Жители скинят, он только должен служить, компенсацию положить, которой пенсионеры. Они должны жить, как генералы, короче. Должны жить хорошо и комфортно. Что за работа тогда, когда эта работа не ценится своим народом? Она не оплачивается, она будет восприниматься как преступная должность. Я знаю, что многие полицейские сейчас отказались участвовать в репрессиях. Они приходят к нам, пишут, они увольняются и говорят, мы не хотим работать. Мы предлагаем открыто и публично перейти на сторону народа. Именно на сторону митингующих. Прямо в своей форме. В форме работника полиции, в форме работника национальной гвардии, в форме представителя внутренних солдатов или офицеров внутренних войск. Неважно, представители силовых структур. В случае, если они открыто и публично переходят на сторону народа, а именно на сторону митингующих, мы это фиксируем, фотографируем. И как только произойдет смена режима Нурсултана Назарбаева, правительство демократического выбора Казахстана обязуется каждому такому представителю силовых структур выплатить по 50 тысяч долларов. Каждому по 50 тысяч долларов. Продолжение следует...